В имя Отца и Сына и Святаго Духа Сегодняшнее евангельское чтение заставляет нас о многом подумать, в том числе и в связи с днём, который мы сегодня отмечаем как День защиты природы и молимся в храмах Божьих о сохранении творения, о сохранении Бога в зданном мире. Ну а евангельская притча о человеческой жадности, о том, как некто задолжал господину своему 10 тысяч талантов. Для того, чтобы понять, что это за сумма, можно сказать следующее. Один талант — 24 килограмма серебра. 10 тысяч талантов — это огромное количество большегрузных грузовиков. И вот задолжал этот человек господину такое огромное количество серебра. И не смог его отдать. А по законам того времени, если долг не отдаётся, то забирается всё имение, и забираются все родственники в рабство, и жёны, и дети, а человека бросают в долговую тюрьму, пока он не отдаст этого долга. Но поскольку долг, о котором говорит Слово Божие в сегодняшнем чтении, так велик, то это означало для должника пожизненное заключение. Он терял всё — жену, детей и свою собственную жизнь. И взмолился перед господином. И тот простил ему. И когда вышел должник на улицу, то встретился с другим человеком, который у него задолжал копейки, то есть ничтожную сумму. И потребовал этот человек, чтобы долг был возвращён. И принуждал его силой. И угрожал ему потери имуществов и семьи. И тогда кто-то, кто наблюдал вот эту страшную беседу, пошёл к тому господину, которому этот жадный человек задолжал в десять тысяч талантов и рассказал ему обо всём этом. И жестоко наказал этого скверного раба тот богатый господин. Вот это притча о жадности. И нужно иметь в виду, что жадность не является производной от богатства. Очень часто, к сожалению, по греховности свои люди, обладающие большими материальными средствами, становятся жадными, но не обязательно. И вот эта евангельская притча свидетельствует о том, что можно быть богатым и добрым, и бедным, и жадным. Но чаще всего бывает так, что богатый человек жаден, потому что накопленное богатство он всеми силами охраняет и нередко не желает делиться им с другими. Чем человек больше имеет, тем у него больше обязательств пред Богом разумно распределить и распорядиться своими средствами. Вот это должны помнить все особенно богатые люди. Чем больше вы получили из рук Божьих или по попущению Божьему, тем больше нужно отдавать людям. И только доброта, только способность разделять свои ресурсы с другими будут обеспечивать таким людям оправдание в глазах Божьих. Но, конечно, не только богатые или сверхбогатые должны сегодня особенно внимательно отнестись к евангельскому чтению, а каждый из нас, каждый может попасть в ситуацию, когда ему кто-то что-то должен. И если должник не имеет возможности быстро отдать некий долг, тот перед тем, как силой или какими-то иными способами принуждать его к отдаче долга, тоже нужно вспомнить об этой спасительной для богатых людей притче. Господь, даруя нам определенные материальные возможности, требует от каждого из нас способности разделять эти возможности свои с другими людьми и таким образом избегать осуждения. Да поможет нам Господь и богатым, и бедным, потому что жадность посещает и одних, и других всячески избегать этого коварного, опасного и душегубительного чувства. да поможет нам благоразумно распоряжаться и теми благами, которые по воле Божией у каждого из нас имеются в большей или меньшей мере. И вот тогда в ответ на нашу способность разделять свои собственные ресурсы с другими, Господь будет даровать нам и благополучие в жизни земной, и спасение в жизни вечной. Наученные этой замечательной притче в тот момент, когда мы окажемся в ситуации, требующей от нас оказания помощи другому человеку, давайте вспомним об этих божественных словах. И в меру своих сил Господь не требует от нас сверхусилий, поможем тому, кто нуждается в нашей помощи. И тогда благословение Божие будет пребывать с нами и с богатыми, и с бедными, и с людьми среднего достатка. Потому что не от количества денег зависит счастье человека, а от состояния его души. А радость, мир и все то, что мы называем человеческим счастьем, источником своим, имеют не материальное состояние, а благодать Божию. Аминь.